Вишневый сад Меня спросили, какой проект я могу предложить для Большого театра. Я назвал оперу «Вишневый сад» как мою совместную работу с Алексеем Парином, известным московским либретистом. Наш проект особый, потому что это только часть пьесы Чехова. Какие главные мысли и чувства вы хотели выразить вашей партитуре? Мне особенно хотелось передать воспоминания, которые могут иметь стены покинувшего дома. У каждого из нас есть воспоминания об оставленном доме. Я стремился выразить мысль о том, что стены тоже имеют воспоминания. И персонажи рассказывают свои истории с большой эмоцией в тот момент, когда они должны покинуть их любимую усадьбу. И мы слышим разную музыку, звучавшую в этом доме с вишневым садом. Как французский композитор писал оперу на русский текст? Сколько времени вы работали над партитурой? Я не говорю свободно по-русски, но могу читать русские тексты. Главным образом я работал с Алексеем Париным. Он ставил акценты, мы вместе занимались организацией фраз, выбором слов. Сотрудничество с Париным было важным, потому что русский язык имеет особую мелодию. Когда я пишу музыку на русский текст, то в иной манере, чем на французский текст. Обычно я долго думаю над произведением, но сочиняю быстро. Написание этой оперы заняло 6-8 месяцев. Какими музыкальными средствами вы постарались обрисовать театральный мир Чехова? Вначале нужно было выбрать главные персонажи, которые мне предстояло развивать. Моя опера – это не адаптация пьесы Чехова, а свободное ее прочтение. Это выдумка или сказка на тему «Вишневого сада». Я выбрал довольно традиционные вокальные роли, кроме некоторых. Фирс поет женским голосом, а Шарлотта – басом. В моей партитуре есть цитаты из музыкальной литературы, позволившие найти сильную экспрессию. Это, например, фразы из музыки Мусоргского и Чайковского. Мне очень хотелось найти контрапункт между этой музыкой эпохи Чехова и моей собственной музыкой. Для меня было важно сделать эту комбинацию. В опере есть еврейский оркестрик. Какую он выполняет роль? У Чехова этот маленький оркестрик включал пять музыкантов. Мне же хотелось иметь оркестрик, популярный в эпоху процветания этого дома, когда было много денег и можно было пригласить много музыкантов. Роль оркестрика состоит в том, чтобы составить контрапункт с основным оркестром. И тогда певцы могут перемещаться в пространстве между оркестром в яме и сценическим оркестриком, исполняющим традиционную музыку танцевальных балов. Мне было интересно сделать наложение разных музыкальных ритмов и темпов. Оперу украшают прекрасные женские хоры. Как вы их сочиняли? Женский хор придуман как воспоминание дома. Девушки, собирающие вишни, издавна находясь в этом доме, являются как бы его памятью. Я написал псевдонародные русские песни. Мне было интересно сочинять эту как бы народную музыку. В опере участвуют 10 главных персонажей. Какими вокальными регистрами вы их наделили? Конечно, в зависимости от роли мужской или женской, а также от характера персонажа. Например, роль Гриши была очень сложной. Мы с париным решили его показать, хотя он умер. Маленький мальчик является как смутное воспоминание, и это побуждает Раневскую уехать из этого места. Чтобы возникла такая реминесценция, роль мальчика дана не ребенку, как, например, у Дебюси, а певице, мецо-сопрано. Выбор голоса для персонажей зависел от их роли в доме Раневской. Например, я бы не дал голос тенора Лопахину. У него баритон, голос человека, близкого к земле. Для Фирса было мало вариантов. Я не мог дать ему голос старого человека или контртенора. Это было бы банально, ибо Фирс такой старый, что больше не имеет возраста. Он может быть даже старше дома. Чехов говорит, что Фирсу 86 лет, но этот возраст уже не важен. Мне хотелось показать Фирса загадочно, поэтому его исполняет мецо-сопрано. Голос певицы звучит на низких регистрах, и нам кажется, что поет мужчина. Пение мужчины настронуло бы меньше, чем пение женщины. Фирс – персонаж очень притягательный. Мне было интересно работать над этой партией. Вы обычно сочиняете оперу и видите ее в своем воображении. Соответствует ли ваше видение поставленному спектаклю? Когда пишешь оперу, конечно, нужно себе ее воображать, иначе работаешь впустую. Но, честно говоря, композитор никогда не может реализовать свое видение, если только он сам не поставит написанную им оперу. Как только ты отдаешь свое произведение режиссеру, оно обретает его видение, а не твое. Конечно, и спектакль Жоржа Лавадана – это не мой вишневый сад, потому что не я его поставил. Но это видение Лавадана в то же время и не ваше, и не тех, кто видел спектакль. Когда вы находитесь в театре, вы что-то воображаете, исходя из того, что видите и слышите. Опера – это не кино, это не только картинки. Вы слышите много музыки. С музыкой вы можете вообразить свой вишневый сад, и он будет один среди многих. Сколько времени шла постановка спектакля? Репетиции спектакля шли пять недель. Певцы, конечно, заранее выучили свои партии. В репетициях самое главное – это организация мизансцен. А для меня самое важное – это взволнованность артистов. Например, Фирс поет очень трогательно, а в конце арии, даже со слезами на глазах, актриса была так глубоко погружена в этот образ. Я был очень доволен оркестром парижской оперы. Музыканты полностью себя отдали этой музыке. При постановке спектакля царило настоящее согласие и взаимопонимание между всеми. Важная деталь. На финальных поклонах артистов музыканты обычно уходят домой. После представления «Вишневого сада» они остаются с нами и аплодируют. Это очень приятно видеть. Вначале вы хотели, чтобы «Вишневый сад» поставил Дмитрий Черников, но это не получилось. Я очень люблю работы Дмитрия Черникова. Особенно сильное впечатление на меня произвела первая встреча с Евгением Онегином в постановке Черникова. Мне нравится его театральная эстетика, его работа с артистами, поэтому я предложил ему поставить «Вишневый сад». Но я не сожалею, что этот спектакль создал Жорж Лавадан. Надеюсь, что Дмитрий Черников поставит «Вишневый сад» в России или за рубежом. Я бы очень хотел с ним работать. Когда в Большом театре появится сценическая версия вашей оперы? Надеюсь, что Большой театр скоро покажет эту сценическую версию. На примере были представители дирекции Большого. Думаю, что постановка Лавадана им понравилась. В Москве опера уже прозвучала. В концертной версии реакция публики Большого театра была хорошей. Теперь я мечтаю увидеть постановку «Вишневого сада» в Большом, потому что я люблю этот театр и люблю Россию. «Вся Россия – это мой вишневый сад». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...